здравствуйте уважаемые мастера умельцы тема нашего видео полы в предбаннике теплые как можно добиться теплых полов предбанники это абсолютно не сложно но для этого нужно предусмотреть при строительстве бани некоторые условия соблюсти начнем со схемы картинки которые мы уже показывали в видео о теплых полах в бане чтобы немножко напомнить вам о чем идет речь о теплых полах в бане у нас на канале есть видео которые вы можете посмотреть полностью отдельно но сейчас я вам напомню что для того чтобы под баней под предбанником если вы хотите что предбанник у вас тоже были теплые полы нужно соблюсти некоторые правила нужно произвести общую засыпку где-то сантиметров на 15-20 сухим керамзитом и потом уже залить керамзитобетон керамзитобетоном не керамзитом а керамзит с цементом в большом количестве цемент взять и меньшем количестве керамзит и уже залить вот такую стяжку нужно будет поэтому керамзитом можно сантиметров и даже 10 залить вот если такие полы будут залиты тогда ваша ваш теплый предбанник абсолютно полы будут сейчас мы расскажем как это можно будет сделать значит мы рассказывали что бани печка прогревает воздух и он значит стекает по в самую нижнюю точку где печка его опять поднимает печка стоит самой нижней точки прогревает этот воздух и холодный воздух от у вас под решетками должен идти по этому полу который тоже фактически должен не отдавать особенно холод потому что он все-таки с керамзитным утеплением сделан вот на этом рисунке видим баню схематично в разрезе вот мы видим само само помещение самой бани и сам отсек предбанника пусть у вас перегородка тоже абсолютно неважно из какого материала сделано между предбанником предбанником и бани я всем вообще рекомендую не покупать если вы делаете из бребен не покупать пяти стенах потому что это повышает его стоимость а сделать эту перегородку можно самостоятельно из более менее доступных материалов она будет выглядеть и красивее и обшить ее можно будет удобнее значит абсолютно неважно из чего сделана у вас вот это вот перегородка между предбанником и бани самое главное соблюсти условия чтобы горячий воздух вашей бани когда она протапливается когда вам нужно контролируемо прогревал ваш предбанник самым главным секретом является то что пол вот этот вот пол керамзитобетонный пол он должен быть под предбанником и под нашей баней общий как вот здесь мы видим вот эта центральная стена перегородка вот эта центральная перегородка она должна висеть над этой стены над этим полом она не должна опираться ни на какой фундамент промежуточный, эта стена должна опираться на внешние стены а над полом и между этой стеной должен быть такой просвет сантиметров 10-15 поясню для чего это делается, предбанники полы должны таким образом быть выше чем полы в бане тоже сантиметров на 10 допустим у нас баня прогревается очень сильно а как заставить прогреваться предбанник вопрос и как сделать полы в нем теплые если у вас там свой отдельное свое отдельное подполье это в общем все невозможно утеплять полы предбанники тоже нет смысла потому что утепление пола оно не только сохраняет как вы как вам кажется тепло оно также хорошо аккумулирует себе и холод который она запасло в течение нескольких дней пока бы они не топятся значит в этой стене в этой перегородке нужно предусмотреть специально такое вентиляционное отверстие то есть окошко такое или дверцу которая должна быть у вас установлено не под самым под панелком а где-то на уровне глаз это отверстие должно быть такое что вот если вы откроете это это отверстие чтобы ну голова можно сказать чтобы в него проходила чтобы там была такая дверца которую можно было открыть пошире или поменьше и открыть им эту дверцу регулировать непосредственно вот этого движения воздуха в этом предбаннике горячий воздух из вашей бани будет заходить через это отверстие ваш предбанник будет прогревая ваш предбанник остывать сбрасывать свою температуру и потом в щели в полу полы в таком случае в предбаннике должны быть щелястые сантиметра по сантиметру чтобы были сделаны щели и в торце предбанника где-нибудь за лавочкой должна быть еще широкая щель такая сантиметров тоже 15 во всю длину в которую должен холодный воздух проваливаться значит холодный воздух остывший воздух вашего предбанника проваливается в щели этого пола и под вот этой проходит по вот этой вот бетонной керамзитобетонной стяжки и стекает непосредственно в само помещение вашей бани абсолютно не остужая его потому что он стелется по полу и стремится уйти поскорее к печи где печь его прогреет и опять вернет эту в теплую циркуляцию а в бане происходит свой прогрев пола потому что у вас здесь не весь горячий воздух заходит в парную то есть предбанник большая часть горячего воздуха имеет циркуляцию в бане свою вот у меня здесь нарисована температура 80 градусов и здесь полы также также прогреваются здесь происходит своя циркуляция если вы если вам уже если вы баню истопили и вам уже не нужна высокая температура в предбаннике вы можете закрыть вот это вот отверстие вот это вентиляционное отверстие полностью и тогда ваш предбанник начнет потихонечку потихонечку остывать до нормальных пределов но полы ваши уже не будут холодные они будут приемлемы теплые мы вам покажем сейчас как это сделано в натуре у нас на у нас бане для технического персонала ну вот мы сейчас находимся с вами в действующей бане которая построена по принципу теплые полы в предбаннике как мы видим вот это у нас дверной проем между баней и предбанником вот там где полы выше это предбанник а где полы ниже это уже сама баня и как мы видим средняя стена у нас нависает на над вот этим вот полом керамзитобетонным на 20 с лишним сантиметров нависает и по этой вот самой поэтому самому зазору и проходит весь холодный воздух который потом уже приходит сама печь непосредственно прогревается вот тут у нас скат имеется по нему движется вот этот вот весь холодный воздух сейчас мы вам покажем как устроен у нас окна здесь нет у нас но на двери установлено вот такое вот такое вот устройство вот освещение вот вам сейчас вот так у нас открыто при закрытой двери вот так у нас закрыта при закрытые двери вот этот вот проем по которому циркулирует сам воздух и в самой самой предбанники полы тоже сделаны щелями и В дальней части предбанника Под лавочкой устроена широкая щель По которой весь воздух Холодный должен туда Уходить Вот эта баня у нас для рабочих И никто никогда не жаловался Что здесь полы холодные Потому что Здесь все сделано по углу Полы здесь выше чем В самой бане Это достигается Тепло полов Достигается циркуляции воздуха Под полами Как мы рассказали в нашей схеме В этом нет ничего Особенно хитрого Полы вот эти Таким образом через них циркулирует воздух Они всегда Будут сухие Потому что когда ваша баня уже истопилась И вы ей попользовались полностью Если вы используете нормальные печи Как вот наши печи Ходмастер Которые выдают длительно Под продолжительное тепло То выходя из бани Можно подложить Пару-тройку полешек Перевести печь В режим длительного горения И уже баня после вас Полностью просыхает Все до последнего Ни одной капельки там Влаги не остается Потому что печь все равно Выдает тепло Ваши вентиляционные отверстия открыты Ваша и баня просыхает И ваш предбанник Потому что вот эта циркуляция Постоянно действует Пока ваша печь горит Даже на очень слабом режиме Воздух отсюда опять стекает вниз Просушивает ваш предбанник Он тогда может быть И не обязательно сухой В таких предбанниках Вот тем людям Которым мы порекомендовали Строить именно так Многие женщины И дети которые не любят Горячую баню Они в этом предбаннике Устраивают даже фактически И моечную То есть в таком предбаннике Можно спокойно мыться И полы в нем будут абсолютно Приемлемы, теплые И можно воду лить как угодно А самый еще один момент Вот этот перепад высот Между предбанником И самой баней Он именно потому и возникает Что есть какой-то уклон пола По которому должен двигаться Вот этот вот холодный воздух Если вы сделаете плоские полы То циркуляция уже усложнится Да и невозможно будет В этом предбаннике пролить какую-то воду А так любая вода вылит И в этом предбаннике Поэтому полу скатывается Уже в саму баню В самой бане Также стоят у нас решетки Которые тоже прогреваются При движении этого воздуха Можно установить конечно решетки И выше чем Чем вот у нас нарисовано В одном уровне с предбанником Но это скрадет некоторый уровень Объема самой бани Мы же в предбаннике Не машем веником над головой А в бане эта высота нам абсолютно необходима Потому что если взрослый мужик Будет сидеть на верхней полке И махать веником над головой Надо чтобы он ни в коем случае Не шлепал по потолку Самое главное Чтобы было произведено Соответствующее утепление потолков Предбанника и бани У нас есть видео на канале Утепление потолка бани А также у нас есть видео Сейчас выходит видео Как потолок в бане построить Предбанники построить Какой он должен быть Смотрите Слушайте советы умных людей Подписывайтесь на наш канал Подписывайтесь на наш канал Субтитры сделал DimaTorzok